Я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе счастья, чтобы у тебя было всё отлично и всегда было счастье. Первым Татьяну Митрофановну с 95-летием поздравил правнук Серёжа. Для неё он подготовил особенный подарок – фотографию, сделанную в Военно-историческом музее. Знает, прабабушка оценит. Когда началась война, Татьяна Митрофановна была совсем юной. Однако, как и миллионы её сверстников, быстро повзрослела. В 41-м году. Я приехала домой. Сейчас даже не могу говорить. 5 июня. Только приехала домой. И такое было настроение. Закончилось успехом 9 класс. Такое было хорошее настроение. Я была так рада, что приехала домой. И вот рух 22 июня. И всё. Моё детство кончилось. И юность тоже. В сентябре 41-го школьница пошла работать учителем начальных классов. Вспоминают, как со своими первоклассниками собирали колоски, чтобы испечь хлеб. Всё для фронта, всё для победы. Я как утка с утятами с ними. Иду они за мной. Приходим, помогали колхозу. Ребятишки всё понимали. А я всё им объясняла, как тяжело на фронте, как тяжело воюют их отцы. О том, где их братья и отцы сейчас, дети узнавали именно от неё. Учительница рассказывала ребятам все новости с фронта. Я по большой карте подошла, подала их ребятишечек. Вот смотрите, вот Москва. А вот здесь уже немцы. Они уже подошли со всеми, когда к Москве подходили. И я всё им объясняла каждый день, каждый ход войны. Татьяна Митрофановна посвятила учительству 30 лет своей жизни. Заслуги труженицы тыла, вдовы и ветераны Великой Отечественной войны не остались забыты. Писем в праздничный день было особенно много. Открытки от президента России Владимира Путина и губернатора Югры Натальи Комаровой. Немало было и гостей. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что воспитываете своим просто присутствием близких и окружающих вам людей. С днём рождения вас. Спасибо вам всем. Я вас обниму. Можно? Можно, можно. То, что мы приходим к людям вот такого возраста, мне, например, приятно и волнуетно. Потому что, к сожалению, мои родители задолго, задолго до достижения такого возраста ушли из этого мира. И я когда посещаю взрослых, будем так говорить, пожилых людей, сердце маленько сжимает своих, вспомнишь. И хочется пожелать им долгих лет жизни. Благодаря любви и заботе родных даже в свои 95 Татьяна Митрофановна остаётся бодрой духом. Сейчас у неё растут два правнука, которые радуют её всякий раз, когда приходят в гости. Именно в этом и кроется секрет долголетия, говорит именинница.